Несколько человек в камуфляже пришли сегодня на заседание экокомиссии в Житомирском облсовете. Почему они требовали запретить выделение земли под инвестпроект, разбирались мои коллеги. Местные депутаты, чиновники и люди в камуфляже. Заседание экологической комиссии в Житомирском облсовете проходило с массовкой. Так называемые активисты требовали от депутатов принять нужные для них решения. В частности, не выделять землю для разработки месторождения титана компании «Валки ильминит». Валки – гацковское месторождение титановых руд. Закрытая цеха, остановленная техника, а вместо работы – простой. С 30 березня 2017 года предприятие наше зупинено. Работу предприятия «Валки ильминит», которая входит в структуру группы предприятий «Групп ДФ», заблокировали. Лицензию компании на добычу титана в карьере приостановили по совершенно формальным причинам. Якобы из-за проблем с документацией. Результат – парализованное предприятие. Но люди, которые работают на объекте, надеются на лучшее. Працовники все залишаются на рабочих местах. Своечасно выплачивается заработная плата. Працовники получают и аванс. Идут отпустки запланованные. Користуются профилакторами. Все пельги за ними сберегаются. Ждем только команды на запуск. Команду на старт ждут и на другом объекте. Группа компании «Групп ДФ» планирует инвестиции в один из крупнейших в Житомирской области инвестиционных проектов. Согласно плану, разработка Стремигородского месторождения должна отвечать последним техническим параметрам и мировым стандартам. Подприятие «Волки-Эльминит» получило специальный дозвол на Стремигородское апотетельминтовое родовище. По данному родовищу выполнены проекты строительства Стремигородского комбината. Но строители могут и не сдать объект. Прокуратура Житомирской области выдвинула требования местному облсовету снять с рассмотрения вопроса выделению предприятий 115 гектаров земли под разработку месторождения руды. Якобы общество против, да и заключенные договора о разрешении работ были составлены с нарушением. Подобные действия прокуроров – не что иное, как очередная попытка препятствовать развитию бизнеса, уверены в Групп ДФ. Заявление прокуратуры о запрете рассмотрения вопроса выделения земли – прямое вмешательство в работу местных органов. А до начала проведения работ в соответствии с законом были организованы общественные слушания. Принятие решения по поводу выделения земельных делянок, которые сейчас рассматривает Блорада, полностью отвечает всем требованиям чинного законодательства Украины. Все умы, будь, уже есть предположение в проекте строительства Стремигородского комбината. Педприятие «Валки ильминит» имеет все необходимые дозволы и ліцензии для работы. Специальный дозвол «Валки ильминит» для выделения ильминитовых руд на Стремигородском родовище было получено еще в 2004 году. Можи все законные условия, предприятие «Валки ильминит» обратится до Житомирской областной работы с соответствующей заявкой о выделении земельной делянки. Дея прокуратуры о недопущении к рассмотрению на сессии вопрос о выделении этой земельной делянки является противозаконным. С одной стороны, прокуратура включается незаконно в деятельность Житомирской областной работы, а с другой стороны, преодолевает законные господарские деятельности предприятия «Валки ильминит». Иршанск – город в нескольких километрах от нового пока что не открытого карьера. Большая часть местных жителей работает на добыче титана. Если предприятие запустят, появятся дополнительные 3000 рабочих мест. Это перспектива и для соседних громад, потому что в этих предприятиях работают люди не только Иршанской громады, тут работают люди из Користенского района, тут работают люди из соседней Новоборевской громады. Складно уявить, что может статься с селищем, если люди не будут отримывать работу, другими словами, не будут иметь стабильный социальный защит. Вот такой выглядят будут иметь наши и в Валки, и кругом карьера. Вот такая у нас красота. Позаботились на предприятии о защите окружающей среды. Группа компаний «ГрупДФ» разработала проект по рекультивации земель, который реализуют поэтапно. Согласно подсчетам, после запуска добычи титана на Стремигородском месторождении, казну пополнят сотни миллионов гривен налогов государству и будет запущено экологически чистое производство. Но для этого необходимо, чтобы Житомирский облсовет все-таки услышал местных жителей, а не так называемых активистов. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности – телеканал «Интер». Требюс из телеканал «Интер».